Меня зовут Владимир Овчинников. Я являюсь генеральным директором ООО FusionSoft. Еще в школе, в начальных классах, когда я увидел первый компьютер, мне стало очень сильно интересно, как оно устроено. В старших классах у меня появился компьютер, ну и с этого начался мой путь в IT. В принципе, уже в тот момент я знал, что буду заниматься этим делом. В старших классах у меня была возможность работать с компьютерами. Был IBM XT 286 в Институте усовершенствования учителей. И я туда ходил. Там у меня были менторы, которые сыграли важную роль в моей жизни. И, собственно, там уже я научился программировать, какие-то результаты уже показывать в IT. Я поступил в университет. Это случилось в 1994 году. Факультет автоматизации информации. Там, собственно, я узнал свою специальность детально, научился очень многому. Со второго курса работал на ЛМК. Сначала через НИОКР университета, потом в 2000 году я уже устроился на работу на ЛМК и работал по этой специальности, по IT специальности до 2006 года. В 2006 году у меня в жизни случилась развилка. Я как бы в тот момент имел на руках визу H1B, которая разрешала мне работать в США. И мне предстояло принять решение остаться или уехать. Да, я принял решение остаться и развиваться здесь, развивать IT у нас. Основали фирму. Фирма называется WoW Fusion Soft. И практически с 2006 года я работаю генеральным директором этой фирмы. Ну и мы занимаемся разработкой программного обеспечения. Год нашего основания совпадает с годом основания Google. Хорошо. А есть какой-то проект за эти годы, который является либо вашей гордостью, либо самой любимой? Может быть, он был, наоборот, самый сложный, поэтому вы его запомнили? Имеется в виду за все годы? Да, да. Самый сложный проект, наверное, последний, который на ЛМК мы ведем сейчас, это проект повышения эффективности производства. Там большое количество сотрудников, участвующих в этом проекте, конечных пользователей порядка пяти тысяч. Мы там не единственные участники. Мы как бы начинали его и сейчас продолжаем с другими компаниями развивать его. То есть там большой конгломерат компаний, которые занимаются его развитием. Да, ну мы планируем развиваться. Своих партнеров мы никогда не оставляем. Еще не оставили ни одного партнера и продолжаем со всеми работать. Но у нас есть как бы заделы на создание интересного продукта или инструмента, с помощью которого можно будет достаточно эффективно создавать новые информационные системы программные продукты. Мы этим занимаемся в партнерстве с Останковым Александром Ивановичем. Вот и в принципе там на горизонте года может быть двух лет мы должны этот путь пройти и что-то должно появиться. А что бы вы посоветовали людям, возможно это подростки, которые только планируют свой путь в IT-сфере, какие бы советы вы им дали? Первый совет это быть заинтересованными. Если есть интерес, если человек чувствует, что он хочет заниматься IT, то ни в коем случае нельзя это бросать. Надо этот интерес развивать, лелеять и за счет этого интереса придет все, что требуется и знания, и опыт, и деньги потом. Что важно. Но им будет тяжело? Люди бывают разные. Есть категория людей, которые очень легко себя чувствуют в IT. Им прежде всего нужно развиваться в IT. Тяжело будет тем, кто делает это через силу. Этого делать не стоит. С точки зрения, если общей точки зрения смотреть, то естественно IT играет ключевую роль в росте благосостояния общества. Потому что мы создаем сервисы, которые помогают людям. И эти сервисы становятся все удобнее и удобнее. И если раньше я для того, чтобы подписать документы в банке должен был потерять полдня минимум, то сейчас я буквально за пять минут все это делаю. То есть это рост качества жизни несомненный.